Блэээ, какой же дряной кофе делают в Лос-Антосе? Эй, вы, если вы не научитесь делать нормальный кофе, я вернусь сюда и взорву вашу кафешку! Хм-хм, салют, друзья, у микрофона Местер Кейт, добро пожаловать в GTA 5! Сегодня Майкл прочитал в интернете странное расследование, мол, в Лос-Антосе появился новый русский миллиардер, который решил построить себе самый настоящий дворец, не просто особняк, а самый настоящий дворец за несколько миллиардов бакса. Ходят даже слухи, что это президент на пенсии, но так или иначе он выбрал явно не то место. Зря он приехал в Лос-Антос, ведь прямо сейчас Майкл отправится туда и ограбит его особняк. Ладно, давайте же отправляться к этому дворцу и посмотрим на него своими глазами, но у Майкла нету собственной машины. Хотя, погодите, я вижу в перелуке какая-то неприметная тачка стоит, предлагаю ее угнать. Так-так-так, свидетелей тут вроде нет, поэтому на этой машине и доедем. Блин, Майкл, ну не так же жестоко, нельзя было замок взломать. Ну, господи, разбил окно только. Скажу вам, что место для строительства своего дворца он выбрал действительно знаковое. Это побережье Тихого океана. Здесь недвижимость стоит просто безумных денег. Никто из американцев не может себе позволить такое. Откуда у русских столько денег? И, блин, вы только поглядите, сколько здесь машин с миниганами. Это лимузины с миниганами. Слушайте, ну, судя по всему, охрана у этого дворца серьезная. Со одной стороны, может показаться, что дом не такой уж и большой, но в расследовании говорилось, что он также купил акваторию Тихого океана 100 миль вокруг. То есть здесь он, судя по всему, собирается строить свой огромный остров, похлеще островов Дубаи. Ну ладно, меня сейчас интересует только то, как ограбить непосредственно этот дом. Он весь обнесен забором, с колючей проволокой, с камерами и даже с прожекторами. Здесь стоит куча машин с миниганами и охрана по всему периметру. Да уж, проникнуть вовнутрь будет не так-то просто. Хотя, поглядите, смотрите-ка, там выезжает инкассаторская машина. Судя по всему, доставили новую партию денег этого миллиардера. Ха, если туда проезжает инкассаторская машина, то если у нас получится в нее сесть, то, скорее всего, мы сможем пробраться вовнутрь. Так, нам нужно немедленно проследовать за этим инкассатором и постараться отобрать у него форму и тачку. Только сделать надо очень аккуратно и лучше подождать, когда он отъедет подальше от этого дворца-биллиардера. Ага, он остановился. Он напротив магазина, судя по всему, чтобы снять денег из банкомата, хотя, погоди, нет, не он. Он, судя по всему, зарешился купить чипсиков. Ладно, тогда это мой идеальный шанс отобрать у него грузовик. Эй, извините, извините, мне нужна ваша помощь, не могли бы вы мне помочь? Уважаемый, не могли бы вы отдать мне свою прекрасную машину? Но она мне требуется для очень важного дела. Воу, ничего себе, как он шустро побежал. Мне всего лишь всего достать миниган и немного пострелять. Давай, беги быстрее, беги быстрее, аж не разворачивайся. Блин, погодите, мне же его форма нужна. А, хотя всё в порядке, форма была в грузовике. Так, ну всё, машина у нас есть, прикрытие у нас есть. Выдвигаемся к дворцу этого русского миллиардера и попробуем туда проникнуть. Надеюсь, у них не будет подозрений то, что грузовик, который выехал буквально минуту назад, возвращается снова. Ох, волнуйся немного, ведь эти русские кровожадные и хладнокровные убийцы. Если я буквально чуть-чуть перейду им дорогу, или они что-то заподозрят, то, скорее всего, меня убьют на месте. Или не убьют, а потом возьмут в плен и скинут в клетку к пантере. Да, это всё в их стиле. Ладно, ворота мне открыли. И здесь меня уже ждёт моя первая охрана. Давайте представимся. Здравствуйте, меня зовут Майкл... Тревор Филлипс, да, меня зовут Тревор Филлипс. Я забыл забрать деньги. Да, у вашего босса из сейфа забыл забрать деньги. Можете показать, пожалуйста, где находится сейф и провести меня туда? Так, окей, он разрешил мне пройти и быстро забрать деньги из сейфа, но не объяснил, где он находится. Судя по всему, я как бы должен сам знать это дело. Ну ладно, не буду задавать лишние вопросы. Тут вооружённая охрана на входе. Блин, тут даже собственный частный вертолёт. Причём золотой, золотой вертолёт. Да сколько он может стоить? Миллионов, так, 50 долларов, наверное. Ох, слушайте, ну это будет хороший способ отхода из-за этого дворца. Главное, чтобы всё прошло как надо. Но меня уже пропустили вовнутрь, поэтому давайте заходить в этот дом. Итак, друзья, момент истины. За этой дверью скрывается дворец самого богатого русского человека. Бывшего президента, как опять же ходят слухи, так что заходим. Чёрт побери, как здесь роскошно, здесь собственный, блин, океан внутри дома. Фух, ладно, любоваться я могу этим сколько угодно, но для начала нужно найти сейф и найти непосредственно то, что я могу отсюда украсть. Я уже вижу первую дверь, давайте с неё и начнём. Здравствуйте, мэм, извиняюсь, извиняюсь. Блин, тут какая-то любовница нашего миллиардера моется, я её немного смутил. Но, надеюсь, она не вызовет охрану. Может быть, она была даже и не против, что к ней зашёл такой симпатичный мужчина, как Майкл. А, блин, судя по всему, я пришёл не... Тут и вертолёт ещё, охраны! Влетает вокруг особняка. Да, не подумывая о том, что здесь всё будет так сильно охраняться, я лучше-то подготовился бы и позвал своих напарников, Франклина и Тревора, а мне приходится теперь действовать в одиночку. Так или иначе, в этой стороне ничего интересного нет, там находится кухня. Так-так-так, что у нас здесь? Это, судя по всему, семья этого миллиардера. Отдыхает здесь, развлекается, денег здесь тоже, судя по всему, нет. Что тут у нас? Так, я... Здрасте! Это, судя по всему, Тревор, нашего русского миллиардера. Боже мой, где деньги? Очевидно, он наверняка хранит их у себя в спальне, так что её нам и нужно найти. Офигеть, он роскошно здесь живёт. Вон там ещё пару любовниц у него на гамаках лежит. А вот, судя по всему, и спальня. Я вижу, я вижу сейф! Вон он прямо передо мной. Так, ну что, я инкассатор, я пришёл к сейфу. Давайте попросим разрешение. Извините, мне нужно подойти к этому сейфу по приказу босса. Эээ, чё? Мне нужно с ним связаться и уточнить этот вопрос, секундочку. Блин, он начал связываться с боссом. Это плохо, это плохо. Он может сейчас вызвать подмогу, потому что он обо мне ничего не знает. Здесь есть другой вход в его комнату, но он тоже охраняется. Однако, если он уже запросил информацию, то действовать мне надо быстро, очень быстро. У меня в распоряжении есть, в принципе, пистолет с глушителем или, например, клюшка для гольфа. Ведь Майкл сегодня собирался отправиться поиграть в гольф, если бы он не прочитал такую важную информацию про этот дом. Так что, с помощью неё мы, пожалуй, и будем орудовать. Она меня ещё никогда не подводила. Так, всё, от одного охранника избавились. Заходим в эту комнату. Второй охранник ничего не подозревает. Так что, его мы тоже вырубаем. Счастливых сновидений, придурок. Так, всё, мы готовы ограбить сейф этого русского миллиардера. Но мне нужен ключ от этого сейфа. Так, посекундочку, погодите. Майкл Де Санта. Блин, он мой поклонник, он мой фанат. Никогда бы не подумал, что русский президент и русский миллиардер одновременно будут поклонником моих фильмов. Я польщён, но это для меня этого факта, что я хочу его ограбить. Может быть, ключ где-то здесь? Блин, вы только посмотрите на его роскошную жизнь. У него там собственные яхты и как собственный порт, и какая-то вечеринка, судя по всему, намечается. Может быть, ключ находится в этом шкафу? Давайте-ка его откроем. О май гад, куда я попал? Это был не просто шкаф, это был проход в какой-то секретный бункер этого миллиардера, где он занимается чёрными делишками. Слушайте, ну, отступать уже поздно. Мы здесь, в самом центре его логова, поэтому будем действовать максимально жёстко. Опа! Опа! Так, никому не двигаться, и вы будете живы. Здесь из-за рабочих. Чем вы тут занимаетесь? Чего вы тут готовите? Бетон, что ли, замешиваете? Ё-моё, здесь стройка какая-то ведётся. А это что за белый порошок? Вы чё тут наркотой, что ли, барыжите? Так, ладно, это меня не интересует. Если тут есть порошок, то должны быть, по идее, и деньги. Я их вижу. Я их вижу. Господи, господи, да здесь целый банк может поместиться внутри. Откуда он смог заработать столько денег? Откуда в России, блин, столько денег? Столько денег даже в Америке нет. Опаньки. А вот, судя по всему, и тот самый русский миллиардер. Так, погодите секундочку. Это же... Это... Мне кажется, или это... Это же мистер Путин. Господи, Майкл, ты пришёл грабить самого Путина. Вы только посмотрите на количество золотых свитков там. Да там, мне кажется, все золотые запасы России. Слушайте, Майкл, конечно, смелый мужик, но не настолько, чтобы грабить самого Путина. Его яички уже поджались. Нужно обязательно извиниться. Мистер Путин, зачем вы достали РПГ? Пожалуйста, извините, я не хотел заходить в ваш дом. Если бы я знал, что это ваш дворец, я бы ни за что не посёк на ваше огромное богатство. Всё, мистер Путин, я ухожу. Я думаю, мы договорились. Нет, мистер Путин! Мистер Путин, вы что делаете? Чёрт побери, Майкл. Всё, сваливаем отсюда ко всем чертям. Мужики, соболезную вам, что вам приходится работать на такого человека. Я отсюда сваливаю как можно быстрее. Зря я залез в его бункер. Вот, блин, всё пошло не по плану. Меня объявили в розыск. И, судя по всему, за мной охотиться будут не полицейские, а самые настоящие русские киллеры. Так, ладно, у меня есть план для отступления. Мы видели вертолёт на вертолётной площадке. Я думаю, если мы стянем в него, то сможем без проблем отсюда улизнуть. Оп! Так, охрана вроде меня не встречает. Хотя нет, нет, встречает ещё как, встречает. Блин, они сейчас на меня все стилы стягнут. Армию, блин, на меня стянут. Вы посмотрите, сколько у него там денег было. Он может купить всех. Он может купить всё, что только захочет. Танки вывезти против меня. Фух, ладно, я в вертолёте. Ну, а нужно уносить отсюда ноги. Я не смог украсть у него ни цента. Ну, за исключением этого вертолёта. Но, тем не менее, я думаю, что я очень сильно разослил этого русского миллиардера. И он просто так не остановится, пока меня не прикончит. Главное не привести его к семье Майкла. Вот что самое главное. Так что нам нужно улизнуть. Избавиться от этого вертолёта. От этой одежды. И, меняя сто машин. Сделать новые документы. Поменять сто машин. И только после этого возвращаться обратно в дом Майкла. Уж поверьте, я обрёк на себя просто гигантскую беду. Я не сомневаюсь, что власть у этого человека такая, что он может сделать всё, что захочет. Ладно, я думаю, что это хорошее место, чтобы избавиться тут от вертолёта. Поэтому давайте направим его на землю. Оп. Фух. Блин, жалко. Жалко, конечно, избавляться от такого дорогостоящего вертолёта. Ах, Майкл. Ты в порядке. Так, ладно, главное, что ты живой. Всё, нормально, нормально. Ну что же, Майкл придётся отправиться в БГ и скрываться от мести этого русского миллиардера всю свою оставшуюся жизнь. Так что пожелаем ему удачи и надеюсь, это лучше не постигнет вас. Поэтому ставьте свои зверские лайки. Надеюсь, вам понравилось это видео. И будем надеяться, что Россию ждёт светлое и хорошее будущее. Явно не то, которое ждёт Майкла. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok